девочки мальчики я дома не описать словами как я рада как мне надоело эта поездка неделю далеко от дома не очень хорошо два-три дня было бы достаточно вот приехала и сразу хочу к своему огороду метнуться мне там мама говорит иди говорит у тебя там уже огурцы говорит переросли помидор говорит один прямо красный готовый пойду соберу потом кто-то меня просил цветник показать от цветника скажу честно толком ничего не осталось такая у нас жара все выгорает хотя поливаем каждый день вот ведь у меня шланг до шланг я его даже не убираю этот шланг поливаю и спереди и сзади практически каждый день но все равно с этой жарой вот не справляются бедные растения но идемте посмотрим на мои помидорчики сначала вот они помидорчики вот эти вот красненькие 2 можно уже собрать а вот эти вот еще пока не покраснели половина из них еще вот зелененькие половина из них желтенькие а вот эти вот уже скоро покраснеют и я так поняла что это какое-то подобие помидорок черень ладненько соберем красные чтобы они не перезрели так да он уже сто процентов готов так положили сюда пойдем теперь огурчики собирать вот мама мне сказала говорит такие большие огурцы даже говорит не как огурец а как кабачок почему такие большие стали я ничем не удобряла они выросли такие большие смотрите какой огромный огурец почему он такой большой и вот смотрите еще один он перерос может просто но мы уезжали когда шесть дней тому назад их не было приехали через шесть дней и такие огромные огурцы и вот и 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 Продолжение следует... 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 Так, что с тобой произошло? О, пахнет! Вы не поверите, как он пахнет! Так магазинный огурец не пахнет. Какой ароматный! Ах, ну это что это такое? Почему такой большой? Обыкновенный огурчик, честно. Разрежем на две части. Семена большие очень внутри. Наверное, перерос. Все равно вкусный. Вкусный огурец? Только большой. Извиняюсь. Ну ладно. С огурцами разберемся. Накрою свой огурчик вот так. Сейчас хотела вам цветник показать. Ну, в общем, это все, что осталось от цветника. Ну, нет, конечно. Это цветочки вон там висели, но такая жара, они там погибают. В этом папоротнике у нас, помните, птички гнезда свели? Ну, птенцы выросли, они все улетели. Мы теперь его реабилитируем. Потому что на тот момент, пока там были птенцы, мы его не поливали. Ну, вот он вроде бы возрождается. Теперь, помните, в цветнике были много цветов. Но ничего не осталось. Все, цветы ушли. Одна зелень осталась. Но вышли вот эти. Вышли уже, наверное, недели две как. Видно, какой-то еще цветок будет. Не знаю, какой. Может, лилии, калы, я не знаю. Вот здесь вот они все покрыты. Помните, я вот не знала, что вот эти за желтенькие цветочки, вы мне тогда сказали. Хочу сказать, самые классные цветы, вот они. Цветут постоянно. Это хайдроджина, хайдрогены, или как ее? Пока еще не зацвела. А вот здесь повсюду я эти бархатцы посеяла. А почему-то с этой стороны вышли, а с той стороны не вышли. Потом я немножечко удивилась, потому что хоста зацвела. Не знала, что хосты тоже цветут. Вот такими интересными цветочками. Вот так вот. Ну вот, из цветника показывать-то больше и нечего. Еще там пара розочек остались на розе. И все. Пойдем назад домой. У нас все еще работа в прогрессе. Но офис уже чуть-чуть приходит в себя. Вот поставили два кресла, компьютер установили, книжный шкаф. Но еще пока работа в прогрессе. Вот так вот. Акилес вон прохлаждается. Да, жарко, скази, жарко. На улицу выходить не охотя. В прохладном доме лучше. Ну, как-то вот так. Ну, думаю, на сегодня все ужарилось. На улице прямо вот даже ветерка нету. И такая духота, влажность. Вообще выходить неохота. Пойду со своими огурцами разбираться и думать, что мне с ними делать, с такими огромными. Если есть какой-то совет, пишите. Буду рада послушать. Целую вас. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok